Здравствуйте! Итоговая программа АПТА на телеканале ЖДСУ и я, ее ведущая, Наталья Хоменко. Неделя была богата на торжественные события, за которыми следили мои коллеги. Прямо сейчас мы расскажем вам все подробности уходящих 7 дней и в начале выпуска коротко о самом главном. Под крышей дома своего большим новосельем день первого президента отметили в регионах области. Сразу почти 100 семей получили ключи от заветных квартир. По заслугам и наградой 17% всей сельскохозяйственной продукции Казахстана обеспечивает Алматинская область. Глава региона Амандык Баталов наградил лучших агрария в крае. Во всеоружие медицинские учреждения области оснащают специальным оборудованием для эффективной и своевременной борьбы с COVID-19. Для комфорта и безопасности населения на улицах Талдыкургана скоро будут курсировать новые комфортабельные автобусы отечественного производства. Вся жизнь, игра, свой 85-летний юбилей в этом году отмечает Ангел Тюбетейки, актер легендарной картины Алимхазы Таимбеков. На этой неделе казахстанцы отметили день первого президента. Это особенный день в казахстанском календаре праздника в первую очередь, потому что это день первых всенародных президентских выборов в независимом Казахстане. 1 декабря 1991 года на всенародных выборах абсолютное большинство голосов было отдано за Нурсултана Назарбаева. Этот выбор стал поворотным моментом в истории Казахстана. Отдав свои голоса за первого президента республики, казахстанцы сделали свой выбор в пользу мира и стабильности, межнационального согласия и процветания. Это сегодня доказано и временем, и делом. 1 декабря – дата в календаре, которая уже 8-й год особенная для всех казахстанцев. Первый президент – личность, которая сыграла ключевую роль не только в истории нашей страны, но и всей мировой политики. История независимого Казахстана неразрывно связана с именем Нурсултана Назарбаева. Перенос столицы из Алматы в Астану, международные соглашения и судьбоносные переговоры, а главное – миролюбивая и многовекторная политика позволили Казахстану заявить о себе как о демократической стране с устойчивым развитием. И главное богатство Казахстана – его народ. Со славной историей, открытой душой, неимоверным гостеприимством и верой в свое независимое государство, у которого большое будущее. Независимость Казахстана напрямую ассоциируется с именем Нурсултана Назарбаева. В тяжелый период после развала Советского Союза, когда нечем было платить пенсии и зарплаты, он не дал развалиться стране и вдохнул вторую жизнь в экономику республики. Как отметил Акимобласти, мудрая политика, проводимая первым президентом страны, позволила Казахстану стать одним из лидеров в СНГ. Его концепция консолидации позволяет жить в мире и согласии более 100 этносам, проживающим на территории Казахстана. Нурсултан Назарбаев – миротворец с большой буквы не только внутри нашей страны, но и за ее пределами. Благодаря его участию удалось урегулировать сирийский конфликт, что отмечает ряд лидеров других стран. В своей торжественной речи глава ЖИТСО отметил три особых качества лидера нации. Это острый ум, дальновидность и мудрость. Любую ситуацию, как политик, если даже рассматривать, как государственный деятель, он досконально до глубины вникает. До глубины. Это вот глубокомыслящий политик. Потом любую ситуацию он узко не видит вот так. Вот в одном это инертные люди так видят. Он масштабный. Когда какую-то проблему решает, он вот так все охватывает. И третье его особое качество. Он не думает только вот сегодня, и в тем, он за несколько лет вперед видит, что будет. Вот. Это дальновидная политика. О дальновидности Нурсултана Назарбаева свидетельствует и то, как он передал высший пост страны. Транзит власти в Казахстане прошел без конфликтов и по всем законам страны. Второй президент республики Хасамжумар Токаев стал продолжателем курса политики Нурсултана Назарбаева. Их тандемная работа дает мультипликативный эффект, отметил Амандык Баталов. Они в первую очередь думают о людях, которые здесь живут. Благодаря этому всему мы нормально работаем. И этот год, несмотря на пандемию, все показатели у нас нормальные. День первого президента по-особому значимый праздник для всех казахстанцев. Отдельное место он занимает в сердцах житусудцев. С большим трепетом и гордостью они отзываются о своем земляке, Нурсултане Назарбаеве. Как отметил Акимобласти, первый президент страны внес неоценимый вклад в становление нынешнего Казахстана и, в частности, края ЖТСУ. Благодаря ему в разы выросло социально-экономическое развитие как республики, так и области. Продолжает Нурсултан Назарбаев вносить весомую лепту и после сложения полномочий президента. Он всегда держит ситуацию на контроле, отметил Амандык Баталов. Абсолютно все знает, всем владеет всей ситуацией, даже по цифрам все знает. На сегодняшний день, несмотря на пандемию, делаем больше триллиона по промышленности. Инвестиции мы привлечем больше 700 миллиардов денег. В сельском хозяйстве почти 20% валовой продукции республики тоже подходим к триллионам тенге. Более 56 тысяч рабочих мест открываем. В преддверии дня первого президента 10 житусудцев отмечены юбилейными медалями в честь 25-летия Конституции и Ассамблеи народа Казахстана. В числе отличившихся Баха Джахсбаева. В социальной сфере области она работает более 20 лет. Я в социальной сфере работаю более 20 лет. Я знаю, что в социальной сфере это очень трудно. Всегда хотим оказать каждому посильную помощь. И то, что мой труд сегодня оценили так высоко и вручили награду, это для меня очень большая награда. Я желаю всем жителям нашей республики только просветания, только благополучия и всего самого хорошего. Завершилось официальное собрание праздничным выступлением творческих коллективов областного центра. День первого президента стал праздником созидания. Это день, когда народ Казахстана чествует успехи своей страны и не просто словом, а реальными делами. Именно так праздник отметили жители Алматинской области. Целой чередой торжественных открытий долгожданных социальных объектов ознаменовался день первого президента в регионах области. И одно из главных – большое новоселье, которое отметили сразу около 100 семей житесусцев. В числе первоочередных новоселов, многодетные и малообеспеченные семьи, люди с особыми потребностями и сироты, а также участники госпрограмм. Для многих торжественный день стал самым радостным и счастливым, а подарок в виде новой уютной квартиры – самый долгожданным и дорогим. Несмотря на мировую пандемию, в Вилийском районе в этом году обеспечен устойчивый рост по всем социально-экономическим показателям. В центре внимания и жилищный вопрос. Впрочем, в очереди на жилье остаются еще около 400 тысяч человек. В первую очередь заветные квадратные метры получат представители социально уязвимых слоев населения. В первую очередь хочу поздравить с этим знаменательным днем владельцев новых квартир. Как известно, глава государства Касым Жумар Тукаев поручил в текущем году реализовать жилищные программы 7-20-25 и 5-10-20. В связи с этим мы вводим в эксплуатацию этот жилой дом в селе Уитеген-Батыр. В целях снижения очередности ведется строительство такого же дома в микрорайоне Хуат. А в следующем году в планах строительство коттеджного городка на 100 домов. Строительством многоквартирного дома занималась подрядная организация «Агроспецстрой». Чуть больше года понадобилось для возведения здания, подведения инженерно-коммуникационных сетей и благоустройства придомовой территории. Глава района отметил, что строительство выполнено качественно и соответствует высоким требованиям. В этом лично убедилась многодетная семья Убакировых. Спасибо огромное. Сегодня у нашей семьи прекрасный день. Мы наконец обзавели собственной крышей над головой. Для нас это было большой мечтой. И вот она сбылась. Я так рада. Церемония вручения ключей от квартир прошла и в микрорайоне Карлагаш Карасайского района. Среди очередников, получивших заветные ключи, матери-одиночки, многодетные семьи, дети-сироты, а также работники госслужбы. Поздравить новоселов с приобретением жилья, а также с наступающим праздником, приехал Аким района Жандарбек Долобаев. На строительство этого дома было затрачено 360 миллионов тенге. Сегодня дом полностью готов к сдаче. Это стало возможным благодаря поддержке Акима области Аманды Кабаталовой. Хочу отметить, что в микрорайоне Карлагаш до конца года мы обеспечим собственным жильем еще 50 очередников. Также стоит отметить, что в микрорайоне Омирзак ведется крупное строительство 130 домов по программе Нурлужол. По завершению строительных работ более 500 человек обретут собственную крышу над головой. По программе Нурлужер 30 и 20-ти квартирный арендный дом сдали в эксплуатацию и в Каратальском районе. Новостройки произвели впечатление развитой инфраструктуры, удачным расположением и хорошими подъездными путями. Хочу поздравить новоселов с их новой жилплощадью, а также с днем нашего первого президента. Таких ярких событий в ближайшем будущем, надеюсь, будет много. В целом по Каратальскому району насчитывается более тысячи жителей, ожидающих своей очереди на жилье. Сто из них в следующем году уже обзаведутся собственными квадратными метрами. Также, по словам Акима района, в 2021 году планируется постройка 30 и 40 квартирных домов. Открытием социальных объектов праздник отметили и в Коксусском районе. Сказать к слову, в этом году район ждут настоящие преобразования. Сразу 33 объекта прошли капитальный ремонт и реконструкцию. Помогла дорожная карта занятости. Программа стала настоящим реаниматором и в вопросе занятости, и в деле благоустройства регионов. Судите сами, свыше тысячи социальных объектов по всей области только в этом году прошли ремонт и обрели новую жизнь. Именно так и не иначе. Оценивают жители, ну вот, к примеру, капитальный ремонт Дома культуры в селе Злехитом Шибаевой. Там отныне заработают детские кружки, вновь начнет репетиции местный ансамбль, ну а сельчанам будет где собираться на праздник. Рады своему долгожданному подарку и жители села Айнабулак. Благодаря дорожной карте занятости в селе появилась новая врачебная амбулатория. На торжественном открытии побывал мой коллега Рустам Ралбаев. В этом году в Коксусском районе по дорожной карте занятости проведены работы по 33 объектам. Из бюджета республики на это выделено 5,5 миллиардов тенге. В преддверии дня первого президента состоялось торжественное открытие сразу двух объектов. Местные жители встретили радостное событие настоящим праздником. На строительство новой амбулатории в сельском округе Айнабулак выделено свыше 150 миллионов тенге. Для местных жителей это повод для искренней радости. Раньше единственным медпунктом в округе было старое 86-летнее здание, в котором не было водопровода и канализации. Благодаря дорожной карте занятости свои двери распахнуло новое и современное медучреждение, которое пришлось по душе как местным жителям, так и медработникам. Главное богатство – это здоровье. Спасибо большое руководству района и области за постройку этой амбулатории, которая будет служить на благо здоровья нас и наших детей. В преддверии праздника первого президента сделан большой подарок жителям станции Айнабулак. Это даёт доступность оказания медицинской помощи, шаговая доступность – это очень большой критерий, который необходим сейчас. Кроме того, улучшается качество оказания медицинской помощи. В каком плане? Дело в том, что вот это здание, оно оборудовано по последнему слову техники. Всё, что необходимо для оказания медицинской помощи отдалённому сельскому пункту, всё здесь есть. 10 миллионов тенге было затрачено на современное оснащение амбулатории. Это позволит обеспечить всеми необходимыми медицинскими услугами местное население. Теперь качество и доступность медуслуг в сельском округе значительно повысятся. В округе проживают 1175 человек. Раньше здесь была только амбулатория постройки 1934 года. Теперь, к 9-му юбилею, со дня основания станции, по дорожной карте занятости у нас появилась новая. От имени всех жителей хочу поблагодарить руководство области. Ещё одним поводом для радости в Коксусском районе стало открытие Дома культуры после капитального ремонта в селе Залихит-Амшабай. На реализацию проекта выделено более 500 миллионов тенге. После торжественной церемонии открытия жители увидели Дом культуры в совершенно новом облике. Капитальный ремонт Дома культуры в нашем селе Залихит-Амшабайвай стал настоящим праздником. Раньше система отопления не справляла задачи и в здании было прохладно. Теперь эта проблема устранена. Также установили новые электрооборудования, систему вентиляции и многое другое. Тёплые, просторные, светлые помещения особенно радуют участников различных секций. В Доме культуры оборудованы спортзал, залы для борьбы, музыки, танцев и других занятий для досуга населения. Рустам Аралбаев, Ержан Дюсен, телеканал «Зицу». В центре внимания и оснащённость больниц специальным оборудованием и кислородом, учитывая вторую волну пандемии. Ситуация в области сегодня стабильная. Впрочем, всё зависит от каждого из нас, от нашей сознательности и осторожности. И соблюдение карантинных мер в этом главное. Впрочем, медучреждения области сегодня готовы оказать всю необходимую помощь. Все районные больницы оснащены спецоборудованием, ИВЛ-аппаратами и кислородными станциями. Своя отныне есть и в Кигенском районе. Кислородная станция генерирует кислород для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Такое медицинское оборудование помогает поддержать пациентов средней степени тяжести, чтобы их состояние не стало критическим. В частности, это касается больных COVID-19. Однако на сегодняшний день пациентов с вирусом или пневмонией в районной больнице нет. Медики держат эпидемиологическую ситуацию под контролем. В торжественном открытии станции принял участие глава района Талгат Баидилов. Также в рамках церемонии он вручил ключи от двух новых машин скорой помощи. Наша больница полностью готова к возможной волне пандемии. Сегодня мы вводим в эксплуатацию кислородную станцию, которая может обеспечивать кислородом 50 человек одновременно. Её стоимость – 57 миллионов тенге. Хочу заметить, такие станции редко можно увидеть в небольших больницах. Поэтому мы очень благодарны областному и районному управлению за такой подарок. Уверены, что станция послужит хорошим подспорьем в работе врачей, стоящих на страже здоровья жителей района. Этот день стал знаменательным и для населения села Шарганак. Буквально на днях здесь подошёл к концу капитальный ремонт средней школы имени Инкарбека Жумагулова. Здание было построено в 1976 году и долгое время нуждалось в ремонте. Теперь учебное заведение не узнать. Благодаря государственной программе АУЛ ЕЛБСГ в образовательном учреждении появился кабинет робототехники, увеличилась материально-техническая база, а в кабинете физики теперь можно проводить опыты. Кроме того, вместимость школы после ремонта увеличилась до 640 учеников. Всего на преображение учебного заведения было выделено 750 миллионов тенге. Вы смотрите итоговую программу АПТА. Мы продолжаем. Что посеешь, то и пожнёшь. Нынешний год для аграрной сферы страны стал по-настоящему испытанием на прочность. Коронавирус внёс свои коррективы. Впрочем, предпринятые меры по своевременному субсидированию и поддержке не позволили снизить ни урожайность, ни уровень сельхозпереработки. И здесь одним из важных регионов, на которые сделана особая ставка – Алматинская область. Сегодня в общем объёме всей сельскохозяйственной продукции наша область занимает 17%. А это самый высокий показатель в республике. Вопрос повышения урожайности сахарной свёклы и производства сахара остаётся для области ключевым, поскольку потребность республики в социально важном продукте – около 500 тысяч тонн в год. И в этом русле области большие перспективы. Не менее важно обеспечение населения молочной продукцией. Алматинская область успешно внедрила и развивает пилотный проект в рамках государственно-частного партнёрства по созданию семейных молочно-товарных фирм. Не ударили в этом году в грязь лицом и производители зерновых плодовощной продукции, и переработчики, и поставщики сельскохозяйственных продуктов. Все итоги подведены к профессиональному празднику – Дню работников сельского хозяйства, который по традиции отмечается в конце ноября. По труду и награда глава области отметил достижения тружеников сельского хозяйства, их высокие показатели в животноводстве, растеневодстве, внедрении инновационных технологий и вручил награды лучшим. К сожалению, прошло всё скромно из-за пандемии коронавируса, но от этого не менее торжественно и значимо. Пандемия коронавируса грозила в этом году оставить без урожаев. Однако мобильное решение властей региона по созданию региональной программы поддержки крестьян дала возможность аграриям беспрепятственно передвигаться через блокпосты в сезон закупа семян и весенне-полевых работ. Немало сложностей возникло из-за погоды, но, несмотря на все трудности, сельхозпроизводители ЖТСУ справились с возложенной на них задачей. Благодаря поддержке государства и упорному труду своевременно завершена уборочная кампания. Аграрии ЖТСУ получили хороший урожай. Только зерновых собрано порядка полутора миллиона тонн. Высокие показатели достигнуты и в свекловодстве. С полей убрано 550 тысяч тонн сладкого корня. Благодаря проводимой поэтапной модернизации сахарных заводов увеличивается и производство перерабатываемой продукции. В этом году два предприятия планируют выработать 50 тысяч тонн сахара. Как заявила Акима Алматинской области, в этой отрасли у региона очень большие перспективы. В перспективе на аксульском и аксульском заводах будет налажена переработка тростникового сырца, что позволит производить до 300 тысяч тонн белого сахара и покрыть более 60% потребности страны. Хочу отметить, что в целях поддержки сахара в области с 2021 года мы увеличиваем выплату субсидий из бюджета с 10 тысяч тенге до 12 тысяч тенге за одну тонну, сданную на переработку продукции. Как я и обещал, когда объезжал поля, 2 тысячи тенге мы добавляем. Также в текущем году впервые начали выплачивать субсидии и кукурузу, сданную на переработку по 6 тысяч тенге за тонну. Огромную поддержку руководство области оказало и в приобретении техники. В этом году дополнительно создано 6 сервисно-заготовительных центров. Им передано 88 единиц спецтехники. Всего в Алматинской области функционирует более 50 СЗЦ. Большим подспорьем стало и льготное кредитование, за счет которого хозяйствами региона приобретено более 700 единиц техники. Усиленная работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем. Недавно, когда я Акимов заслушивал, там все Акимы, которые просили дополнительно помочь им с СЗЦ, мы все приняли положительно и уже закладываем бюджет. Особенная роль сельского хозяйства региона – садоводство. Региональная программа позволяет выращивать практически все виды косточковых культур, благодаря чему было собрано 145 тысяч тонн фруктов, из них 85 тысяч тонн яблок. Добиться высоких показателей удалось за счет систематического увеличения пассивных площадей и применения новых технологий. В этом году посажено более 1200 гектаров новых садов. Их общая площадь достигла 24,7 тысяч гектаров, в том числе интенсивные – 2,8 тысяч гектаров. В 2021 году площадь садов будет доведена до 25,6 тысяч гектаров. В исполнении поручения президента, озвученного послания, планируется вовлечь в оборот 138 тысяч гектаров орошаемых земель. Всего до конца года за счет средств Исламского банка развития и капитального ремонта 12 водохозяйственных объектов будет введено в оборот порядка 20 тысяч гектаров орошаемых земель. «Эти меры позволят расширить площади приоритетных культур, такие как сахарная свекла, кукуруза, соя, овощи и кормовые культуры. Особенно Алакульский район, Арканский район и Аксульский район. Все ирригационные сети будем помогать». Большие достижения область демонстрирует и в мясомолочном направлении. Так в регионе действуют 82 молочно-товарные фермы. Шесть из них построены в этом году. До конца 2020-го в эксплуатацию ведут еще шесть. Алматинская область создает продовольственный пояс не только для самого региона, но и южной столицы. Десять крупных птицефабрик обеспечивают 40% потребности страны в остребованном диетическом продукте – мясе птицы. Растет также поголовье скота и производство мясной продукции. По сравнению с прошлым годом оно увеличилось на 3,5%. Этому поспособствовала государственная программа СБАГА. За счет нее хозяйствами области приобретено порядка 50 тысяч голов крупного и мелкорогатого скота. Активными темпами ведется работа по созданию предприятий по глубокой переработке мясной продукции. На данный момент идет реализация двух крупных проектов с компаниями «Бауман» и «Тайсонфуд», что значительно повысит экспортный потенциал региона. В то же время для дальнейшего увеличения поголовья и эффективного снижения издержек необходима дальнейшая кооперация. К примеру, сам малый и средний хозяйств занимается только выращиванием молодняка, а потом сдает на докорм крупным откормочным комплексом. По этому принципу компании «Кустогруп» планируется открытие 10 крупных откормоплощадок с единовременным содержанием до 100 тысяч голов крупного рогатого скота. В целом, в этом году Алматинская область справилась со всеми задачами, поставленными главой государства. Как отметил Аким Алматинской области Амандык Баталов, добиться высоких показателей удалось за счет упорной работы агрария в ЖТСУ. Всех их он поблагодарил за самоотверженный труд и преданность делу. А самых активных сельхозпроизводителей руководство области поощрило ценными подарками – новой сельхозтехникой. «Я считаю, что, несмотря на пандемию, этот год выдался для аграрии в области весьма успешным. В частности, продуктивным этот год стал для нашего хозяйства. Мы не только получили хороший урожай и прибыль, но смогли также помочь нуждающимся. В этом году на полную мощность вышел наш рисоперерабатывающий завод, который находится в Балхашском районе. За счет полноценной работы предприятия мы смогли помочь многодетным и малообеспеченным семьям. И раздали 15 тонн риса на общую сумму 20 миллионов тенге». В этом году Алматинская область в очередной раз показала свое лидерство в аграрном секторе. Почти 20% валовой продукции республики обеспечивает ЖТСУ. Объем продукции сельского хозяйства в этом году составил 900 миллиардов тенге. Новые инвестиционные проекты и большие бизнес-идеи ждут реализации в новом сельскохозяйственном году, заверил Аким области. Созданный благоприятный бизнес-климат в регионе стал весьма привлекательным для крупных инвесторов. Талдыкурган все чаще становится местом встречи предпринимателей с мировым именем. Так, на этот раз областной центр посетили бизнесмены из Соединенных Штатов Америки. Их опыт и новые технологии планируется применить в переработке сои. Аман Дагбаталов минувший понедельник встретился с учредителями заокеанской компании «Тускарора Интернешнл». Поприветствовав гостей, глава ЖТСУ отметил, что в основе своей Алматинской области аграрный регион, но благодаря развитию производства область становится аграрно-индустриальной. Среди приоритетных культур выращивание в области сахарная свекла, кукуруза, ячмень. При этом в регионе находится 95% пассивных площадей сои всей республики. Поэтому вопрос переработки имеет место быть. В свою очередь представители американской компании выразили заинтересованность в совместном сотрудничестве. Спасибо за теплый прием. Ваша страна и в частности регион очень красивы. Проект, которым я руковожу, финансируется Министерством сельского хозяйства США. Его цель состоит в том, чтобы изучить, как сегодня используются технологии для переработки сои. Какие связи установлены между наукой и бизнесом. Есть ли спрос на сою, как его удовлетворить. Надеюсь, в этом направлении мы плодотворно будем сотрудничать. Надо вместе работать. Я очень рад, спасибо. Надо... Будем сотрудничать. Все, что надо, все исходные данные будем ей представлять вместе. Давай заключите договор. В Америке в этом плане, конечно, уже далеко вперед ушли. И технологии у них развиты. И наш первый президент об этом всегда говорил, что сою надо развивать. Для комфорта и безопасности населения. На улицах Талдыкургана скоро будут курсировать новые комфортабельные автобусы. Автопарк Талдыкургана обновят машинами кустанайского производства. 55 современных перевозчиков встанут на линию уже в конце января. Акимобласти качество автобусов проверил лично. Первый транспорт для тест-драйва уже прибыл в Талдыкурган. Подробности в материале. Автопарк областного центра необходимо обновить. Эта тема не раз поднималась на различных собраниях городского и областного масштаба. Большинство городских автобусов и устарели, и изношены. Я об этом же говорил несколько лет назад о Кимобласти. Талдыкурганцы просили власти о новом городском транспорте. Их пожелания были услышаны. Руководство области заключило договор с крупнейшей в стране компанией по сборке автомобилей Сара-Арка Автопром для поставки новых комфортабельных автобусов. Первый из них уже доставлен в областной центр. Новые автобусы «Ютонг» отличаются своей качественной сборкой и удобством. Кондиционер, камеры видеонаблюдения, пандусы для инвалидов, а также валидатор для бесконтактной оплаты. Словом, для пассажиров областного центра создаются оптимальные и комфортные условия для проезда. В связи с переобретением новой техники возникает два резонных вопроса. Что будет со старыми автобусами и повысится ли цена за проезд? Директор компании-перевозчика ответил на оба интересующих талдыкурганцев вопроса. Мы приехали в город Талдыкурган показать наш автобус «Ютонг» 8,5 метров. Основные характеристики этого автобуса. В первую очередь, следует, конечно, сказать, что этот автобус газовый на 100%, метан, природный газ. Это говорит о том, что он полностью экологически чистый. Второе, это огромная экономия для перевозчиков и в целом для бюджета города. И третье, автобус очень безопасно. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить руководство города Талдыкурган и Алматинской области за оказанное доверие нам. Мы, в свою очередь, на 100% покажем хороший сервис. Полная поставка автотранспорта завершится в конце января следующего года. Это 55 автобусов компании «Ютон» и «ПАЗ» длиной 8,5 и более 10 метров. Учитывая, что сами перевозчики не в состоянии купить столь дорогую технику, руководство области идет к ним навстречу. При участии СПК ЖТСУ планируется затратить 2 миллиарда 300 миллионов тенге на их закуп. Затем они передадут транспорт в лизинг по 4% годовых сроком на 7 лет пяти компаниям-перевозчикам. Дамир Анитов, Жатлан Шенкенжи, телеканал ЖЦУ. К теме культуры. Вся жизнь – игра. Свой 85-летний юбилей отмечает в этом году Алимгазы Раимбеков. Аксакал за свою долгую и яркую жизнь снялся более чем в 17 картинах. Среди них «Кровь и пот», «Крылья», «Песни на перевале», «Синий маршрут» и другие. Но, пожалуй, самой яркой и незабываемой работой актера стал фильм «Ангел в тюбетейке». Картина вошла в золотую сокровищницу отечественного кинематографа и навсегда стала настоящим кинохитом. Алимгазы Раимбеков признается, роль в фильме ему принесла всенародную славу и любовь, которой он окружен и по сей день долгих лет жизни. Аксакалу пожелал и Аким области Аманда Кбаталов. Алимгазы Раимбеков родился 1 декабря в Куксуцком районе. В годы Великой Отечественной войны его отца призвали на фронт. С самого раннего детства наш герой неустанно трудился и помогал своей семье. Еще с начальной школы он отличался от своих сверстников высоким ростом и крепким телосложением. Статная внешность и не менее завораживающий голос помогли ему стать поистине народным актером. Теплые слова пожелания в юбилей выразил Аким Алматинской области. Глава региона пожелал Аксакалу и его супруге Гальжаухар здоровья и счастья. Аманда Кбаталов отметил большой вклад Алимгазы Раимбекова не только в кино, но и общественную жизнь области и страны. И как полагается по казахским традициям, ангелу в Тюбетейке преподнесли шапан в знак уважения. От всей души благодарен Акиму Алматинской области Аманды Кбаталову за поздравления. Он пожелал мне, моей супруге и детям много хорошего. Думаю, что заслужил эту похвалу. Поздравляю всех с прошедшим днем первого президента и наступающим днем независимости Казахстана. Желаю всем соотечественникам только мирного неба над головой. Дополним. Алимгазы Раимбеков, не являясь профессиональным артистом, снялся за свою жизнь в 17 кинофильмах. Начав с ангела в Тюбетейке, принесшего ему всенародную любовь и славу, также он играл в художественных фильмах «Долана», «Орал, объятый огнем», «Кровь и пот» и «Степной цветок». Сегодня можно с уверенностью утверждать, у Алимгазы Раимбекова есть свое вполне заслуженное место в казахском киноискусстве. Дамир Анитов, Жаслан Шенкенжи, телеканал «Жицу». И в завершении выпуска о спорте для оздоровления нации. Несколько лет назад Ельбасы поручил построить 100 физкультурно-оздоровительных комплексов по всей стране. Красной нитью здоровья нации озвучено и в послании главы государства к народу. Таким образом, в различных регионах республики одновременно возводятся подобные спортивные сооружения. Их особенность – партнерство государства и частных инвестиций. Самое главное – свободный доступ населения к спортивным залам и инвентарю. В рамках поручения в Алматинской области уже введено в эксплуатацию 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. Еще 8 строятся в этом году. Открытие сразу трех физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано до конца этого месяца. Насколько ответственна идет работа и успеют ли в срок подрядчики? На этой неделе проверил заместитель Акимобласти Рустам Али. Первым объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс в Коксусском районе. По программе «Алоу Ельбесыг» на постройку выделено 700 миллионов тенге. Общая площадь здания – 2600 квадратных метров. Имеется скалодром, залы для бокса, борьбы и командных видов спорта с трибунами на 180 мест, а также тренажерный зал. Предусмотрены раздевалки, буфеты, медицинский кабинет. Сейчас работы завершены на 85%. Подрядчики заверяют, что не задержатся со сдачей объекта в эксплуатацию. Однако у надзорных структурно этот счет имеется сомнения. Здесь подрядчик у нас работает из ПНФ. Дает заверение, что завершит эти объекты в срок. Проблема в том, что сейчас у него работает 42 человека. Очень трудно найти рабочих людей, именно специалистов на отделочные работы. И много набрал объектов сам продрядчик по области. Поэтому, получается, не успевает с людьми. Количества не хватает у него. Сейчас ожидаем, что он увеличит. Хотя бы в два раза больше будет людей, тогда объект можно вытащить вовремя. Еще один фок откроется в Яскельдинском районе. В нем четыре зала. Для бокса, борьбы, тренировочный и универсальный. Предусмотрена столовая на 36 мест. На прилегающей территории стадион площадью более 5000 квадратных метров. С установленным освещением для занятий в темное время суток. Проведенная подрядчиками работа находится в завершающей стадии. По рекомендации заместителя Акима области, сдача объекта в эксплуатацию ожидается досрочно. Работы почти завершены. 14-го будет торжественное открытие в преддверии Дня независимости. Есть возможность сделать это и пораньше. К 10-му числу мы сумеем полностью завершить строительство. В числе проверенных объектов и спортинтернат Олимпийского резерва в городе Талдукурган. По дорожной карте занятости он проходит капитальный ремонт на сумму более 300 миллионов тенге. Полное завершение работы ожидается до конца текущего месяца. По поручению руководства области мы объехали несколько объектов. В первую очередь это физкультурно-оздоровительные комплексы. В данный момент по области функционируют 9 из них. Обеспечивают массовым видом спорта молодежь области. До конца года мы планируем сдать в эксплуатацию еще 3. Два объекта, которые мы успели посетить, было выделено более 2 миллиардов тенге на ремонтные работы. Один из объектов, это спортивный колледж в городе Талдукурган. На него было выделено 340 миллионов. Он также до конца, как и оставшиеся 3 объекта, в совокупности 4, будут сданы работы до конца этого месяца, то есть до конца декабря. До конца текущего года по Алматинской области планируется ввести в эксплуатацию 12 физкультурно-оздоровительных комплексов. В 9 из них уже открыты двери для будущих чемпионов края. Рустам Аралбаев, Мадиба Ибусынов, телеканал ЖИЦУ. Но уже на следующей неделе нас ждет открытие новых социальных объектов, подробности о которых покажут и расскажут мои коллеги в новостном эфире. А мы с вами встретимся ровно через неделю в это же время на телеканале ЖИЦУ. В итоговой программе АПТА. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова